Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, и у нас сегодня выходит второе видео по новой рубрике, название которой мы с вами до сих пор не знаем, вы еще видите, вот вы сейчас видите, что как бы до сих пор названия у аккаунта нету. Я, конечно, предполагал, что будет большая у вас активность, но я не предполагал, что будет настолько большая активность. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца, поставьте свой княжеский лайк, потому что я решил поиграть немножко в демократию. Сегодня я озвучу все приколы по тому, как мы назовем данный аккаунт, сегодня я озвучу новый челлендж, который будет связан с гильдией, и везде нужна ваша активность, ваше участие, ваши голоса, ваша фантазия. Короче, ребята, могу положиться только на вас, не забываем подписываться, не забываем жать колокольчики, чтобы не пропускать видосы. Как вы видите, страдает данный аккаунт сейчас, потому что еще движуха, движуха еще до конца, ребята, не началась. Я вот просто смотрю на статистику видео, ну не то чтобы на статистику, там не так много просмотров, там всего лишь 11 тысяч просмотров, серьезно, ну как бы это ерунда. Раньше у меня... Когда-то были времена, когда простые видосы по БЗ набирали просто по 15-20 тысяч просмотров, и по 2-3 видео так в день могли набирать. Но не суть. Меня удивила ваша активность в плане лайков. Огромнейшее вам спасибо за поддержку. Более 2000 лайков вы поставили. Реально, вот прям ребята от души порадовали, потому что я уже 2000 лайков забыл, когда последний раз видел. И меня порадовала ваша активность в плане придумывания, скажем так, названия данному аккаунту. И варианты... Ну, вариантов... Вариантов вот я листаю. Ну, там есть сосок, пердунец и так далее. Но если смотреть объективно, на комментарии под прошлым видео, видео, кстати, называлось «Князь начинает заново играть в битву замков», в комментариях там Ребзя определенно победил вариант «Пельмень». Причем написало этот вариант огромнейшее количество людей. И даже вот есть два, скажем, два комментария топовых, пролайканных. В одном 371 лайк, в другом 214 лайков. Это вместе уже под 600. А я не буду забывать про огромнейшее количество комментариев других ребят с пельменем. Там, где тоже ставились лайки. Там просто под одним пельменем 1000 лайков, друзья. Я, если честно, немножко не ожидал. Я думал, что там будет все размазано, будет куча вариантов. И, как бы, вы не объединитесь ради одного варианта. Давайте поступим так. Потому что я после видоса вспомнил, как я хотел назвать новый аккаунт. У меня было два варианта. Это «Вантус» и «Ёршик». Блядь, не спрашивайте, почему. Не спрашивайте, как мне это пришло в голову. Но вот у меня были именно такие варианты. И вы своим пельменем, скажем так, нарушили, нарушили просто все мои планы. И «Пельмень» тоже классное название. Но я считаю «Вантус» тоже классное название. «Ёршик» похуже. Но «Вантус» и «Пельмень» вообще определенно прикольное название. И я, честно, сидел тут пару дней, думал. И так и не додумал, как, короче, все это дело назвать. Потому, ребята, давайте замутим голосование. Я оставлю под этим видео ссылку на свой Телеграм-канал. Туда переходим. После того, как я опубликую данный видос, я там устрою голосовалку. И тот вариант, за который вы проголосуете, таким вариантом и назовем аккаунт. Да, я надеюсь, что получится. Потому, что я более чем уверен, огромнейшее количество маленьких вредных вредин начали пытаться там свои аккаунты пельменями называть и так далее. Знаете, я вас в рот любил, потому что, ну, это некрасиво. В любом случае, что-нибудь придумаем. Что-нибудь наковыряем. Я ни за какой вариант не топлю. Мне «Пельмень» нравится одинаково, так же, как и «Вантус». Но давайте, чтобы у нас все-таки была какая-то демократия. Давайте, вот, проголосуйте. Я не знаю, может, даже лучше перемен... Короче, проголосуйте. Ссылка будет на телегу мою в описании, друзья. Дальше. Сразу, перед тем, как мы начнем открывать тут ништяки, а тут их много, сразу хотелось бы обсудить ситуацию с гильдией. Ситуацию челленджа. Вот, просто я вам примерно обрисую вариантики. Понятное дело, что вам сейчас трудно сдерживать одну тысячу силы. То есть, ну, вот я сейчас специально не играл, чтобы у меня сила не поднималась. Но сделаем порог в две тысячи силы. Короче, ребята, мы с моими, скажем так, надежными подписчиками, модераторами, спонсорами и вот это вот все открываем гильдию. Я не знаю, как она будет называться. Опять же, пишите в комментариях предложение для названия гильдии. Но пишите после того, как я озвучу смысл этой гильдии. Смысл этой гильдии будет, ребята, поугарать. Смотрите, в чем фишка. Короче, создается новая гильдия. Да, там специально возьмут какой-то постарший аккаунт. Ребята создадут гильдию. Ну, просто, чтобы создать. Да, потому что сейчас, соответственно, на этом аккаунте я пока создать гильдию не могу. Создается новая гильдия. Мы туда придумываем название, не знаю, выживальщики или еще что-то. Ну, вот как-то что-то там придумываем. Название, да, вы опять же накидайте вариантов в комментариях. Потом какие-то популярные варианты выберутся. И я в Телеграме тоже сделаю голосование. И вы сами выберете, как гильдия будет называться. Но главная фишка. Но только когда в комментариях будете писать, да, ну, пишите именно гильдия. Пускай называется так, да, чтобы было понятно. И лайкайте, лайкайте те варианты, которые вам нравятся. Чтобы это в топ попадало. Вот, касаемо гильдии. Создается гильдия. И мы туда все вместе с вами вступаем. Ну, как все. Кто успеет? А может быть, а может быть это не будет супер популярно. Может быть мы не сможем полностью гильдию забить. Я не знаю, ребята. Неважно, вы играете давно или вы играете недавно. Вы можете вместе со мной, по сути, создать аккаунт. Вот у меня уже аккаунт создан. Не прокачивайте его пока что. Пока не вступите в гильдию. То есть в гильдию мы будем принимать игроков только тех, которые, во-первых, будут обязуются играть без доната. Это раз. Мы принимаем игроков только тех, у кого сила будет меньше двух тысяч. Да, и, соответственно, мы будем стараться принимать более-менее взрослых, адекватных игроков. Да, и, как бы, вот такие вот дела. На тот случай, если будет большой ажиотаж, сразу озвучу, что спонсоров и модераторов моего канала принимаем без очереди. Ребята, это такая моя некая дань благодарности тем ребятам, которые помогают и поддерживают материально мой канал. Но не переживайте. Я думаю, что таких все равно будет немного. И, как бы, в целом места хватит всем. Даже если места не хватит всем, будут освобождаться места и будут делаться до набора. Будет высчитываться средняя сила гильдии. И нужно будет иметь эту силу. И тогда вы сможете доступить в гильдию. Если у вас не получилось сразу это сделать, ребят. То есть все по-честному, да. Как бы, все, кто захочет, все вступят. Вот когда вот этот вот, скажем так, закончится непонятный период, ворота, двери гильдии закроются. И тогда уже начнется полноценная гонка на выживание. Наверное, наверное. Может быть мы по ходу пьесы поменяем правила. Но, тем не менее, начнется полноценная гонка на выживание. Потому что с самого начала будет действовать правило. Те игроки, кто окажется самым слабым по силе, раз в неделю будут исключаться. Те игроки, которые ведут себя неадекватно в чате, в игре, они будут исключаться. То есть даже если вы не совсем взрослый, то имейте в виду, если от вас будет замечено какое-то неадекватное поведение, вас исключат из гильдии. Дальше. Если кто-то вдруг задонатит в игру хоть один рубль, хоть один сраный рубль, ребята, задонатит в игру, он будет исключен из гильдии. Вступая в нашу гильдию, вы будете обязаны постоянно, по первому требованию вице-лидеров, лидера и приближенных ребят, кто будет заниматься развитием этой гильдии, предоставлять скрины или видео своего аккаунта, доказывающие, что вы играете без доната. Далее. Идут такие же правила. То есть если вы пойдете в командные подземелья, командные пришествия монстров, вы не имеете права идти с более сильным аккаунтом. Вас не могут прокачивать, вам не могут помогать более сильные аккаунты. Если будет замечена такая движуха, вы будете исключены из гильдии. То есть помимо того, что каждую неделю будут определяться самые слабые игроки, которые не тянут, будут еще исключаться те игроки, которые нарушают правила. Скажем так, нам абсолютно все равно. Если гильдия окажется пустой, то как бы и плевать. Мы не знаем, куда эта гильдия идет, но вот такой вот челлендж. Мы будем рвать свои задние точки, играть без доната, соревноваться между друг другом и идти, друзья, вперед. Вот какая у нас задача. Потому все... Я объявлю в Телеграме по поводу того, как гильдия будет называться. Вы туда можете сразу потом начать вступать, ребята. То есть в Телеграме информация появится первой. Ну сначала мы там выберем название голосованием, потом создадим гильдию, и там будет информация, уже начнете туда вступать. Те, кто не успеют вступить, я говорю, пару недель или может быть месяц, мы будем добирать ребят. Мы будем добирать ребят по средней силе. То есть если у гильдии будет средняя сила 20 тысяч, то мы будем брать игроков, у которых сила там плюс-минус 2 тысячи, там 18 или 22 тысячи. Ну вот, то есть вот так вот. Это не означает, что мы там, не знаю, супер раздутый аккаунт или еще что-то. То есть когда вы будете качать силу, вы должны понимать, что вы можете быть самым сильным в гильдии, да, но если из-за того, что вы передули свой аккаунт, передули силу, и вы не можете нормально проходить битву гильдии, хоть как-то ее проходить, вы будете исключены. Если вы не будете кто-то из вас проходить битву гильдии или хотя бы не тратить там все попытки и так далее, вы будете там где-то на последних местах, забьете болт, вы будете исключены. Если вы более одного дня отсутствовали в игре, вы будете исключены. Ребята, очень жесткие правила. Я их еще буду озвучивать, но мне от вас требуется именно название и вот это вот все действие. Короче, продолжаем. Слушай, окей, давай так. Я думаю, не буду слишком затягивать данное видео. Вот, я сейчас... Сегодня у нас видос просто будет посвящен информации. Вот, движухи. Пожалуйста, распространите его. Потому что, с одной стороны, есть вариант, что будет огромнейшее количество желающих поугарать вместе с нами, а есть вариант, что этих желающих не будет вообще. Потому буду весьма благодарен, если, во-первых, вы поделитесь этим видосом. Может быть, кто-то из вас друзей там создаст твинки или еще что-то. То есть, у нас гильдия будет, ну, я не знаю, как крысиные гонки, там, игра на выживание. То есть, как бы вот такая вот тема. Вот, пощады не будет никому. И, да, очень важно, чтобы вы накидали вариантов названия данной гильдии. Я вам озвучил правила. Теперь можете фантазировать по поводу того, как это все будет звучать и потом в телеграм-канале проголосовать. Сначала будет голосование по поводу ника, а потом будет голосование, когда я подведу какие-то итоги. Мы с пацанами выберем какие-то названия для гильдии и будет голосование между ними. На этом, ребята, все. Я думал сегодня еще попрокачивать аккаунт и так далее. Но пока ничего этого не буду делать, пока гильдию не создадим. Пока вместе с вами не определимся, что по названиям. Вы также пишите какие-нибудь правила дополнительные, которые вы хотели бы видеть в этой гильдии. Какие-то жесткие. Мы не идем в топ в этой гильдии. Мы не идем... Я не знаю, у нас нету цели. У нас есть одна только цель. Поугарать. Повзрываться. Не знаю. Просто повеселиться, ребята. Вот. Потому нужна, ребята, от вас движуха. Вот. В комментариях пишите. Может быть, еще какие-то правила, да. Ваши идеи тоже возьмем. Ну, как бы... Как бы вот так вот. Огромнейшее спасибо тем, кто сейчас поставил лайк. Спасибо, кто подписался. Спасибо, кто поделится этим видосом. Как бы плевать на все эти обновления тупорылые. Абсолютно на все плевать. Мы можем как бы в свой кайф угорать. Придумывать тупорылые правила. И как бы сходить с ума. Понимаете? Вот. Может быть, в нашей гильдии будет такая фигня, что там раз в две недели мы такие... Так, пацаны, а сейчас неделю играем с зелеными героями. И хоть усритесь. Понимаете? Ну, вот всякое может быть. Пишите ваши варианты. Можем сходить с ума. Вот. И в конечном итоге дойдем до того, что останется там в этой гильдии, может быть, там три победителя, кто лучше всех там прокачается, будет активнее и так далее. Будет все это зависеть от вашей удачи, вашего задротства. Всех целую, ребята. Всех жду на голосованиях. Жду ваши комментарии. Ссылка на телегу в описании. Всем пока.